Продолжение следует... К нормативности речи также относится правильное употребление различных частей речи – существительных, прилагательных, глаголов, местоимений, числительных. Мы об этих нюансах поговорим совсем немного. Невозможно все нюансы рассмотреть, но тем не менее попробуем. Вначале поговорим об употреблении имен существительных. В них необходимо разбираться, необходимо правильно употреблять род существительного, особенно в таких сложных словах, как рельс – это мужской род, мозоль – кстати, женский род. Иногда род существительного, особенно заимствованного, меняется от языка к языку. Известен тот факт, что, например, Мстислав Ростропович говорил о том, что виолончель в русском языке женского рода. Поэтому, когда он выбирал для себя инструмент, он этим, в частности, руководствовался. Ну, наверное, традиция пошла еще со времен Маяковского, который употребил в одном из стихотворений фразу «тенделикал мандолиной дундудел виолончелью». Дело в том, что во французском языке слово «виолончель» мужского рода. И Ростропович говорил о том, что если бы я об этом узнал в тот период, я бы, конечно, не выбрал такой инструмент, потому что к гомосексуализму относятся очень и очень плохо. Для него, конечно, виолончель как-то связана с женщиной. Что же касается таких спорных моментов, как род слова «кофе», то, как вы знаете, последние нормы закрепили за этим словом употребление среднего рода. И, кстати, несмотря на завывание и заламывание рук со стороны пуристов, процесс этот все-таки вполне закономерный. Так происходит со многими заимствованными словами. Например, когда-то слово «пальто» также считалось существительным мужского рода. Более того, было время, когда оно не писалось даже при помощи букв русского алфавита. Еще в XIX веке Достоевский, употребляя это слово, писал его по-французски. И, конечно же, это слово было мужского рода. Прошло время, пальто приобрело значение среднего рода, а теперь та же участь постигла и слово «кофе». Кофе, конечно, должно быть среднего рода, в этом нет никаких сомнений. Что же касается употребления вариантных форм имен существительных, то, наверное, нам лучше рассмотреть все эти правила и нюансы на конкретных примерах. К ошибкам, связанным с употреблением имен существительных, также следует отнести склонение несклоняемых существительных. Пожалуйста, помните, что ряд существительных в русском языке не склоняется. Это такие существительные, как кенгуру, кокоду, кино, пальто, кафе и так далее. Помнится, была такая передача, радионяня, там пели забавную песенку со словами «Кенгура в кафу зашел, занял там свободный стол и сидит за доминой с шимпанзой и кокодой». Пожалуйста, будьте внимательны. Слова, которые не склоняются, не склоняйте. Ну и говоря о правильном употреблении имен существительных, пару слов нужно сказать о склонении топонимов. Очень много вопросов задают по поводу того, как правильно говорить в городе Москва или в городе Москве. Есть хорошее старое русское правило, и я думаю, что оно закреплено как нормативное. Топонимы, русские топонимы склоняются. Правильно говорить в Москве, в Шереметьеве, в Домодедове, из Домодедова, из Шереметьево и так далее. Некоторые специалисты делают оговорку, что склонять топонимы имеют право жители того или иного населенного пункта. То есть, москвич имеет право сказать в Москве, из Москвы, в городе Москве, из города Москвы и так далее. А вот иностранец или житель другого города якобы на это право не имеет. Мне кажется, что это довольно странное замечание. Дело в том, что привычка не склонять топонимы появилась, скажем так, среди военных. Военные топонимы не склоняют для удобства отдачи приказов, чтобы не возникало путаницы. Но это, так сказать, их специфическая профессиональная черта. Вообще же, норма русского языка предполагает склонение топонимов. Я думаю, что ошибки, связанные с употреблением вариантных форм имен существительных, лучше рассмотреть на конкретных примерах. Тогда и правила, и нюансы станут вам понятнее. Укажите на отклонение от современной нормы в употреблении форм рода имен существительных, дайте стилистическую оценку вариантным формам рода. По правде сказать, она мало походила на философа, но еще меньше на агитаторшу. Вот тут налицо явная путаница с наименованием женских профессий. Помнится, у Стругацких была забавная фраза «Молодая пешеход добежал до переход». Нам нужно внести тут ясность. Действительно, может быть, женщина-философ. Но уж если вы говорите о ней вот так, называете женщину-философом, то тогда уж называйте ее и агитатором. Здесь нужно не допускать просторечия и смешения вариантных форм имен существительных. Далее. Всемирный форум откроется докладом председателя Международной демократической федерации женщин известной общественной деятельницы, ученой Ежени Котом. Или Ежени Котом. Не помню, честное слово, как правильно произносится ее имя. Но здесь не это главное. Здесь нужно изменить слово «деятельница» и «ученая». Конечно, она ученый и деятель. Выступила лауреатка второй премии Митсука Ухида из Японии. Слово «лауреатка» в принципе не существует в русском языке, поэтому здесь нужно, конечно же, употребить слово «лауреат». Руководители клубных коллективов досадуют. Несколько артистов уже вышли замуж, и теперь заботы о семье могут отвлечь их от дел. Вот в подобном предложении употребление мужского рода совершенно неуместно. Артисты не могут выйти замуж. Хотя, конечно, в мире, где пропагандируется однополая любовь, наверное, скоро будет возможно и такое предложение. Но пока еще замуж выходят только артистки. Рулевой Петька гитарист, выдумщик и заводила. Слово «заводило» среднего рода. Конечно, нужно изменить здесь окончание на «а». «заводило». Что можно сказать о вариантных формах имен прилагательных? С существительными все более-менее понятно. Просто, довольно-таки. С прилагательными тоже довольно мало ошибок связано. Но, тем не менее, необходимо правильно употреблять прилагательные. Например, когда дело касается кратких форм имен прилагательных. Как вам кажется правильным? Свойственен или не свойственен? Правило здесь такое. Следует выбирать вариант, который короче. Поэтому нормативным считается вариант невежествен, а не невежественен. Безнравствен, а не безнравственен. И так далее. При употреблении степеней сравнения прилагательных также нередки ошибки. Здесь важно тонко чувствовать стенистику подобных фраз. Вот простая таблица. Здесь есть форма степеней сравнения, сравнительная и превосходная. Есть книжный стиль, общеупотребительный стиль речи и разговорный стиль речи. Например, в общеупотребительном стиле речи прилагательные трудные в сравнительной степени будет употребляться как труднее. В общеупотребительном стиле. В книжном стиле более трудный или менее трудный. Труднейший не в смысле превосходной степени, не путайте. Слово труднейший здесь сравнительная степень. Превосходная степень будет наитруднейшей. Кстати, тоже в книжном стиле или наиболее трудный. Превосходная степень в общеупотребительном стиле будет самый трудный, труднее всех. И, наконец, есть разговорный стиль. Сравнительная степень будет потруднее. А вот такие словосочетания, как самый труднейший, все-таки считаются неправильными. Считаются очень и очень просторечными. Не допускайте, пожалуйста, просторечия в употреблении превосходной степени. Самый сладчайший и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok